шалом мы знаем что всегда когда мы спрашиваем в общем или общаемся как мы должны отметить праздник так всегда праздник отмечается что ставит на стол что ты будешь готовить это готовит одно другая говорит рецепты по-другому и так далее то есть то еврейский праздник песок например что мы ставим на стол это очень у нас строго очень строго нет такого чтобы каждый мог сказать ну знаешь вот это я не поставлю например горькая зелень горькая зелень либо хрен да чистый либо листья салата да ты не можешь сказать я не поставлю это обязательно поставить на стол это одна из митцвод заповедей которую мы должны выполнить за пасхальным столом то же самое маца ты не можешь сказать я мацу в этот день я не буду кушать я буду кушать там что-то другое то же самое четыре бокала вида это тоже ты не можешь сказать нет ты знаешь я выпью что-то другое или выпью меньше бокалов это обезует себя то есть на песок у нас есть очень жесткие правила как мы это едим потом мы едим мацу вместе с вместе с марором с горькой зеленью как бутерброд и так далее в общем есть очень жесткое меню когда мы говорим про новый год а точнее голова года у нас тоже есть обычай но это обычай мы должны понимать что это нету в этом такой строгого какого-то там рецепта потому что если я не буду делать то что у меня нам сказали мудрецы или нам сказала даже тора я отменяю я нарушаю я я преступник я делаю что это неправильно наруша шана это написано что это обычай это минхаг и все равно мы сегодня с вами хотим понять источники этих минхагов этих обычай почему у нас тоже стол накрыт и есть разные кушания которые мы должны кушать или извините должны употреблять в эту в эту ночь и в эту ночь я имею ввиду в ночь на завтра вечером это в среду вечером также в четверг вечером и так далее давайте посмотрим что у нас написано в талмуде потому что наши обычая мы должны мы не просто так придумали это а есть у нас источники из талмуда я читаю то что написано в талмуде чтобы человек он привык кушать в рожа шана пикву то есть вареную пикву то что мы называем рубья рубья это фасоль карти да карти это некая в общем либо либо лук порей такое это называется карти силька силька это либо листья листья свеклы либо сама свекла силька от слова селек мы говорим и финики тамры так написано в талмуде надо вот чтобы ставить это за столом а почему это ставить на столом да что это такое почему именно вот эти вот эти фрукты там овощи да ставит и кушали за столом потому что написано это мы хотим чтобы у нас начался хороший год да и мы хотим чтобы с нами были хорошие всякие события и так далее и есть намеки именно в этих овощах и фруктах чтобы у нас все было хорошо и очень интересно да например кара кара это тыква кара на и на арамейском языке кара это тыква так поскольку она напоминает кара от слова кри а от слова чтения и мы в этот день проходит в небесах суд мы знаем что зодиак начинается зодиак завтра вечером начинается зодиак весы а когда идет суд весы там зачитываются наши заслуги и не дай бог зачитываются наши грехи так мы хотим чтобы больше зачитывались наши заслуги от слова кара это слово кри а это слово читать чтобы зачитывались и вот поэтому мы говорим мы говорим и кушаем вот эти кушаем да что например когда мы кушаем фасоль да она называется на арамейском языке рубья рубья это от слова ров это слово много рубья то есть в этом слове рубья когда ты кушаешь вот это рубья рубья и опять-таки фасоль так мы молимся да будет воля твоя чтобы у нас было много заслуг рарбе ров большинство у нас были заслуг рубья да когда мы кушаем картей рук парей карты это от слова лихрот это от слова вырубить так мы тоже молимся чтобы у нас вырубились все наши враги да шилькарту ойвейну как мы просим потому что это напоминает нам карты и мы кушаем вот этот лук парей то же самое когда мы кушаем селек кушаем свекла или листья свеклы да это селек селек на иврите это от слова лесалек это от слова с чего-то выгнать да что-то мы выгоняем или что-нибудь такое так мы поэтому приходим и молимся чтобы выгнали все наши враги обратите внимание там написано в толмуде все да и потом финип тоже мы тоже говорим тамар тамар так это напоминает шеи таму чтобы закончились наши враги кушаем финик и говорим чтобы закончились наши враги так это у нас в принципе написано в толмуде да в толмуде написано есть у нас есть книга очень известная которая называется тур да тур на основании этой халахической книги тур потом шулхан арух раби иосеф каро написал свою книгу шулхан арух тур приводит еще несколько минагин обычай которые что едят за новогодним столом у евреев да и тур пишет так есть у ашкеназ написано это в толмуде у нас не написано но в ашкеназ имеется ввиду в ашкеназских странах ашкеназ вообще-то германия и все что вокруг да было принято кушать тапуах маток бедваш то есть брали сладкое яблоко обмакивали его в мед интересно очень да и говорили и мы перед тем как кушаем вот это яблоко с медом мы говорим чтоб ты обновил сделал нам шана това хороший год и сладкий год это то что да и интересно что когда рама приводит этот обычай то есть написано в шулхан арухи рама это тот комментатор который на шулхан арух ашкеназские мнения тарабейну таз турей загав написал почему именно яблоко потому что еврейские души они похожи на яблоки да написано в зоара кадош в великой книге каббале зоар и там написано хакаль тапухин кадышин то есть существует такое понимание поля яблонь святых а это символизирует еврейские души это поле с этого поля всевышний берет эти души еврейские и он когда ребенок рождается когда девочка рождается вот с этих это именно символизирует и поскольку это душа она чиста в начале как мы говорили поэтому это тоже нам наши вот эти молитвы напоминают кто мы по-настоящему потому что источник наших еврейских душ он в этом поле сладких яблок конечно это каббалистический источник имеется ввиду яблоня духовная вот это яблоня так мы тоже берем вот это яблоко в меде и говорим всевышний сделай нам чтобы у нас был год сладкий и хороший хороший и сладкий так пишется было место в прованции которые брали также рожь шелькевес голову барана да и говорили мы в молитве что мы были головой да да будет воля твоя перед тобой так далее чтобы были головой и не хвостом были обычаи которые тоже написано брали легкие вставляете легкую животное брали легкие я знаю там барана или коровы легкие да и мы это тоже кушали почему потому что реа она каля потому что легкие это легкий орган внутренне который находится он легкий и мы хотим чтобы легкая жизнь у нас была мы не хотим тяжелую жизнь легкая жизнь поэтому мы берем реа поэтому берем легкие я помню у моего дедушки действительно всегда на роше шана я не знаю где моя бабушка находила это но когда мы сидели за столом новогодним у моего дедушка за их родной врага всегда была вот это легкая да также мы ставим голову барана для того чтобы помнить акедат и цхак что помнили в общем вот это событие которое акедат и цхак который я а врагам и цхак шли на это вот это вот это возвышенное такое что авраам хотел привести в жертвоприношение цхака вместо этого потом принес барана и так далее так мы тоже ставим голову чтобы он вспомнил и вот это хорошо есть разные обычаи я хочу сказать что есть очень много разных дополнительных кушаньей которые ставят разные общины разные в общем не из разных диаспор да я все время говорю если муж и жена поженились они из разных общин слава богу мы находимся мы находимся в поколении избавления еврейского народа когда мы собираемся из десяток стран и разные страны там где мы были в галюте в изгнании мы собираемся и были разные обычаи да мы я тоже я тоже сам из советского союза из ташкента я бухарский еврей приехал сюда в общем у меня жена ашкенасская еврейка израильтянка который учится 7-8 поколений уже в израиле их предки из германии украины то бару хаше многие семей которые соединяются из разных общин так я говорю чтобы на рожа шана делали и эти обычаи и эти обычаи соединить обычаи чем больше разных обычаи это хорошо это прекрасно это хорошие знаки опять-таки поскольку я сейчас не говорю строгость который есть у нас песок в песок например мы не можем сказать надо так и так потому что если есть обычаи определенная у семьи мужа так надо идти по этим обычаи да поскольку рожа шана это стол это симоним это такие знаки можно соединить эти обычаи и благословить чтобы у нас был у всех хороший год давайте посмотрим сейчас мы должны чуть-чуть может быть поймем может быть да что это такое вообще да хорошо мы берем что это мистика какая-то что происходит когда я кушаю что-то так от этого у меня будет хороший год когда я кушаю что это да вот как это все это происходит интересно очень есть такая книга называется маор ва шемеш так она называется маор ва шемеш ее написал великий каббалист хасидский каббалист он жил в середине восемнадцатого века раби клонимус кальман халейви эпштейн в польше написал эту книгу и он известным как вообще как его называют хама ор ва шемеш да и он сказал что у нас уже в торе написано что как еда она влияет это уже в торе написано как это написано смотрите что написано во время когда помните и цхак хотел благословить благословить эсава в итоге он благословляет и эсава и якого да в начале якого да но когда он приходит ему говорит он говорит я хочу тебя благословить и он говорит приготовь мне еду то есть ты хочешь его благословить так благослови его нет перед этим он говорит слушай сынок говорит я хочу благословить приготовь мне еду которую я люблю люблю которую я люблю и что значит какая связь между едой который любит и цхак и благословением которого хочет благословить так здесь мы видим в торе что есть связь просто тора это не будут писать смотрите тора это не просто нам какой-то эпизод пишет знаете какой-то эпизод такой интересный сказал знаешь давай сначала покушай а потом тебя благословлю значит это тора что-то нас учит этому и она учит не просто дай мне что-то покушать дай мне то что я люблю то что мне приятно да и тогда я тебя могу благословить и говорить нам барухатая динам такая книга в татак книга орвашемеш раби клонимус калман алейвий и он говорит таки обам цицер он приходит и говорит здесь у нас написано то есть мы хотим получить благословение у нас начало нового года мы хотим чтобы у нас был хороший год лично в семье в народе в мире везде мы хотим чтобы у нас хороший год и говорит раб автора нам сказала что когда благословлял кто и цха перед этим он хотел поесть ту еду которую любит давайте посмотрим так он говорит что киам шахата брахот вот этот брахот вот эти брахот которые спускаются благословение то благо которое спускается вниз это зависит от еды какой еды и говорит раби клонимус дворим метугим эммемидата хэсэд сладкая еда сладкая еда это от качества хэсэда милосердие вахамуцин а если это что-то я знаю там острое кислое это мимидата гвура это от качества гвура качество строгости да качество силы больше и так далее гвура кет и поэтому поскольку мы хотим что мы хотим в роша шана в новый год чтобы на нас было качество хэсэд получить да мы хотим милосердия потому что мы не устоим когда над нами есть гвура и сейчас я объясню что такое разница что такое гвура поэтому мы должны кушать что-то сладкое поэтому мы кушаем сладкие вещи мы не хотим и есть очень строго пишут каббалисты не кушать ни кислое ни острое в эти дни потому что это все мимидата гвура это в качестве гвура строгости а мы хотим мидат хэсэд мы хотим милосердия всевышнего я объясню в двух словах Ицхака вину да иё мидато гвура качество Ицхака он был гвура это была строгость сейчас я объясню это гвура окей и он любил поскольку у него вот это меда он любил острое кислое потому что это именно пробуждало вот это качество гвура и поэтому он говорит я хочу чтоб ты мне дал вот эту еду которую я люблю то есть кислое или острая и этим я могу тебя благословить давайте сейчас поймем а зачем мы же все таки хотим хэсэд мы хотим милосердия от всевышнего больше гвура это такая строгость зачем Ицхака вину хотел своего сына или своих сыновей благословить бы медата гвура так я хочу объяснить смотрите медата гвура это тоже необходимо что было у нас почему что такое хэсэд хэсэд это тебе дают какие-то в общем вознаграждения без можно сказать твоей работы без твоего усилия дается хэсэд или наоборот тебе это не полагается вообще но всевышний дает тебе он потому что рассчитывает на то что ты потом исправишься на потом ты будешь вести себя получше да сейчас в данный момент тебе это не полагается но но мы просим хэсэд всевышний дай нам шанс дай нам исправиться это хэсэд да гвура это мы хотим изначально поднять себя несмотря на то что у нас действительно есть вещи которые ецарара дурное начало который тянет нас вниз мы хотим подыматься мы не только хотим получить какое-то благословение с небес кэн сверху чтобы нам шло благо мы должны делать медата гвура мы начнем что-то делать а потом всевышний даст нам благословение понимаете поэтому это необходимо мы не можем остановиться и просить только милосердия всевышнего сверху должна быть медата гвура так Ицхак Авину он был гвура да потому что он знал работал над собой как будто как я должен полноценным образом это от меня зависит я не буду рассчитывать на то что всевышний даст мне какие-то поглажки это то что он приходит говорить но и этим он хотел бы гостовить своих сыновей чтобы они тоже были такие чтобы они действительно шли по такому то что полагается они делали и получали с небес конечно но это не потому что они только получают хэсет такой знаете как бедники стоят и получают хэсет получают от бога они это сделали и добились своими силами это гвура и поэтому Ицхак Авину хотел именно так благословить но что мы учим аль кольпоним аля бядварим что еда она пробуждает вот эти качества но мы в Роша Шана все-таки когда встанем в суд перед Всевышним мы знаем что у нас были слабости мы знаем что у нас были какие-то моменты не совсем правильные мы хотим именно в этот день когда происходит суд мы хотим ле орер мидат хэсет и поэтому хэсет это сладкая еда поэтому мы едим сладкую еду в Роша Шана и не едим кислые или острые вещи это понятно? это понятно потом еще важный момент Апритсадик Рэпцоды какогенлилюблим он говорит чуть-чуть по-другому он говорит мы знаем что на святом языке каждое слово оно имеет большой корень это не просто слово для того что мы определились и мы знали как это называется как это называется чтобы было как-то технически в мире удобно да это не просто так есть в этом огромный корень да написано что когда бог сотворил человека именно человек давал имена животным имена ну что это такое прям Тора нам пишет имена давать животным что это такое прям такая серьезное дело каждый может дать нет потому что корень когда он дает имя лошади и называет лошадь на еврей иисус так в этом есть сус в этом есть корень когда он корову называет пара это не просто так и так в общем все животные и вообще говорит это все что мы называем в мире поэтому имя человека оно тоже имеет огромную силу да имя и он говорит если до сих пор маор ваше беш он говорил про вкус а прицадик говорит не про вкус он говорит про имя то есть какое имя есть и если мы кушаем что-то которое называется рубья это не просто так называется рубья это от слова так оно тоже вызывает из небес что у нас были когда мы молимся ров схуё чтобы у нас были много схуё и так действительно приходит Шухана Рух говорит нам что мы кушаем вот эти кушанье на на кушанье мы эти кушаем на Роша Шана также мы кушаем Рамо добавляет мы кушаем Римонин гранат гранат мы еще не упомянули чтобы тоже почему мы кушаем гранат чтобы у нас были нирбез хуёд чтобы тоже было много заслуг как вот семечки гранаты я гранат тоже когда-то объяснил у нас есть посуд в Широ Ширим кефэлях аримон ракатех кефэлях аримон ракатех то есть мы сравнивают евреев на на гранат на 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 какую-то там дольку граната в чем в чем гранат почему мы еврейский народ связан с гранатом потому что гранат это удивительная вещь гранат его плод мы его не кушаем а мы кушаем его зерна зерна что такое зерно зерно там находится весь потенциал так у еврея даже если мы видим еврея который далек от нашей традиции от торы от наших обычай но в потенциале да также вот DNA ДНК его заложено что по-настоящему вся тора вся святость вся прямота да она у него находится а иногда он ведет себя не так как нужно это не имеет значения то это имеет значение конечно он должен выбрать правильный путь да но это никак не влияет на его внутренность и поэтому мы едим тоже гранат что несмотря всевышний посмотреть что иногда мы где-то что-то не то сделали но внутри мы действительно хотим делать то что ты хочешь от нас это интересно так поэтому мы сейчас объяснили два объяснения либо вкус либо само имя да когда мы говорим вот этот да оно тоже имеет вот этот смысл благословений как нам в Талмуде было сказано симана мильта то есть знак симан когда мы делаем какие-то симаниль либо вкуса либо имя это мильта это вещь я хочу сейчас сказать еще один момент мы как я сказал в Талмуде говорим как минимум это все общины как минимум три раза про врагов когда мы кушаем финик мы говорим про врагов тамар шиитаму ой вейну чтобы закончились наши враги потом мы берем карти карти шиикарту ой вейну мы молимся шиикарту чтобы отрубились наши враги и потом селек мы берем селек селек это как свекла скажем сегодня и мы говорим шиистальку ой вейну как минимум у нас здесь три врага кстати забыл сказать что берут тоже например гезер гезер на иврите это морковь так берут морковь вареную не имеет значения гезер это слово гезерот гезерот это установление так мы говорим всевышний тигзор алейну сделай нам тигзор установи над нами хороший гезерот так давайте посмотрим мы сказали три раза сегодня давайте объясним почему у нас три врага три раза мы полимся врага ну по болезни за врага зачем три раза говорит Агаон Бен Ишхай Бен Ишхай он был великим раввином каббалистом в городе Багдад да Бен Ишхай и он объясняет что наша кавана наше намерение наше намерение когда мы говорим про врагов есть у нас три вида врагов и он говорит когда мы говорим первый раз когда мы берем финик так наша кавана когда мы говорим и дай бог чтобы наши солдаты вернулись да сейчас находится в сражении в боях на севере страны зашли пересекли границу наши солдаты чтобы всевышний послал им большую удачу и чтобы они вернулись с победой с божьей помощью полноценной здоровой наши солдаты без рата шим так мы молимся за вот этих врагов шиитаму ойвей чтобы не закончились эти враги это враги говорит Бен Ишхай внизу вот это Хизбалла Хамас другие там хусы и другие которые пытаются делать нам какие-то какой-то вред пытаются остановить избавление избавление еврейского народа и избавление всего человечества потому что избавление еврейского народа на святой земле это приведет благословение всему человечеству и вот они пытаются это умедлить они пытаются это помешать этому да это враги всевышнего и поэтому мы когда молимся и говорим и таму ойвейну мы не только думаем про себя мы не только думаем чтобы нам было спокойство потому что мы хотим мы хотим освятить имя всевышнего это наше предназначение освящение имя всевышнего может произойти только когда еврейский народ собирается верить Исраэль есть враги которые пытаются это остановить этот процесс так мы молимся и таму и вейну будем бороться сными будем сражаться с ними но мы молимся мы понимаем что все сила которые всевышний дариешь с ними это от себя сила да и мы благодарим тебе за эту силу Music и таму это враги которые самый самые Простое, то, что мы называем врагами, которых всем понятно, что это враги. Но потом мы берем карты. Мы берем еще один фрукт потом. Это финик. Карты. И говорим на этом шиикарту, чтобы отрубились наши врага. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь уже о враге, который находится у тебя. Это называется ецарара. Это враг, который называется дурное начало, который, он настоящий твой враг. Тебе по-настоящему не кажется, что он твой враг. Наоборот, тебе кажется, он такой хороший друг. Он, наоборот, тебе советует делать какие-то вещи. Тебе по-еврейски надо что-то по-настоящему делать. Тебе так объяснили родители, родины, учителя. А тебе ецарара говорит дурное начало. Зачем тебе это надо? Делай что-то другое, какой хороший друг. Он не твой друг. Он твой враг Он подкидывается Твоим другом Понимаете Это самый опасный враг Который пытается сделать Как будто он идет для тебя Он с тобой вместе Но он хочет провалить тебя Как не просто так Нам мудрецы говорят Он же сатана Он же ангел смерти У него такая работа У него такая работа И он враг И поэтому, конечно, мы должны делать все Чтобы перебороть его Мы должны Потому что если мы будем его перебаривать Нам будет легче всегда Он оставит нас Потому что он будет бояться нас Но он всегда Находится у человека до его 120 лет Но когда он видит Что мы его перебороли Он идет на более высокий уровень Чтобы перебороть нас Он не отчаивается Это война Которая тоже требует Помощь божественной И вроша шана Мы тоже молимся Что вот этот враг Наш враг Который находится внутри нас И пытается соблазнить нас На какие-то грехи Мы молимся тоже Чтобы он исчез от нас Уничтожился от нас Это вторая кавана У нас На враги И третья кавана Когда мы кушаем Силька Пишет Бен Ишхай Это враги В небесах Что значит? Что значит Враги в небесах? Вы знаете Когда Яков Возвращался Верать Исраэль И он знал Что он У него есть брат Эсав Который хочет его убить То есть брат Родной его брат Который его хочет убить Он ненавидит его И перед встречей Со своим братом Да У него Произошла Какая-то Тайная борьба С ангелом Эсава Существуют Ангелы В небесах Которые Они Дают Силу Тем людям Внизу И пока Они существуют Те ангелы Сила Внизу Существуют Но вот эта борьба Между ангелами Можно так сказать Она существует И в небесах Тоже Поэтому Яков Он тоже боролся С этим ангелом Да И поэтому Евреи Знаете Когда мы вышли Из Египта Написано После рассечения Красного моря И когда Египтяне Все погибают И все Утонули Там написано И увидел Израиль Израиль Народ Израиля Увидел Египта Умер На берегу моря Так по простому Египта Имеется ввиду Египтяне Но написано Египта В единственном числе Имеется ввиду Они увидели Как Ангел Египетский То есть Вся Вот эта Империя Которая Давала Силу Этой империи Внизу Ангел Египетский В небесах Умер Конец Ему И тогда Это было Полное освобождение Еврейского народа Они поняли Что мы сейчас Свободны Потому что Все уже Все закончилось Потому что Вот этот Ангел Он Исчез То же самое Можно сказать Как говорят Каббалисты Что был Такой Ангел Который Назывался Советская Власть Тоже Ангел Давал силу И так далее Он Исчез Он Закончился Все это Рухнуло Так вот Это тоже Враги Небесные Которые Нас С нами Борются Борются С божественной Силой Которую Так Всевышний Построил Не надо Спрашивать Меня Почему Всевышний Он Самый Силый Да Но Это Одна Из Природ Которую Всевышний Построил Что Существует Маавакин Существует Борьба Существует Это И мы С Божьей Помощью Сидим За Новогодним Столом Мы Кушаем Эти Кушанья Мы Молимся Всевышнему И без Рата Шем У нас Будет Хороший Прекрасный Год Еще раз Пожелаем Всем Хорошего Года С нашим Солдатам Которые Сейчас Сражаются За Избавление Еврейского Народа Что Пришло Вот это Избавление В ближайшие Дни Всем Спасибо Спасибо Сурот Тувот Шанат Тува Метука Шалом Шалом Спасибо Огромное До свидания Шанат Тува